Экономическая борьба С чего? С того, что мы сначала рассмотрим вопрос о политике. Цикл называется «Политическая борьба», и первая тема, которая будет посвящена, первый небольшой ролик – это политика. Ну вот, поскольку мне приходится преподавать по роду своей деятельности, я много таких ответов слышал, когда люди называют, что такое политика, и думают, что это определение. Одни говорят, что политика – это концентрированное выражение экономики. То есть берешь экономику, концентрированное ее выражаешь, и получаешь политику. И, так сказать, вроде как ответ есть. И это понятно, что такое политика. Как сконцентрировать экономику, как ее выразить, и как понять, что же такое политика. Люди, которые так делают, они забывают различия между определением и суждением. Например, «Роза есть растение» – это определение розы. Тогда вы можете принести вместо розы букет крапивы и сказать «Вот вам букет роз». Поэтому в такого рода высказывания что-то есть, или вы можете услышать такое высказывание. «Политика – это грязное дело». То есть если вы каким-то грязным делом занимаетесь, это политика. Но это значит, политикой занимаются сантехники, это точно тогда. Вот, посудомойки тоже занимаются политикой. Ну а все остальные в стороне от политики, чтобы не пачкать руки этой самой грязной работой. На самом деле имеется в виду какой-то конкретный вид политики, или есть определенные политики, у которых политика – грязное дело, а тут как всеобщий характер. Или. Есть высказывания Ленина, известные, к которому приходят и употребляют его, и говорят «Вот политика начинается с миллиона». Хорошо, она начинается, и когда она дальше продолжается, и что это такое, или она заканчивается потом, когда дойдешь до миллиарда. В чем дело тут, как тут это все решить? То есть я думаю, что люди, которые выхватывают отдельные фразы, в которых включается слово «политика», а сейчас это очень легко сделать, потому что вы можете взять, набрать «Политика» в интернете, и вам будут выдавать много-много-много разных всяких вариантов. Но, как известно, машина дура, и она не собирается входить в содержание того, что она вам подбирает, а вы это сами должны разобрать. И неправильных вариантов всегда больше, чем правильных. Или можно сказать так, что вот мнений много, а истина одна. Так что такое политика? Политика неразрывно связана с классовой борьбой. Классовую борьбу, как известно, открыли французские буржуазные историки, Тьерри, Менье и Гизо, в ходе уже теоретической борьбы с идеологами феодализма французского, которые доказывали, что управлять государством могут только выходцы из высших классов, то есть только феодалы. А Тьерри, Менье и Гизо, как представители интересов буржуазии, доказывали, что управлять государством могут и другие классы. И вот, собственно говоря, это великое открытие позволило поставить на научную основу историю. И историю рассматривать как историю развития классовой борьбы. А эта классовая борьба охватывает разные аспекты, разные моменты имеет, экономические, идеологические и так далее. А вот если эта борьба классов связана с борьбой за завоевание политической власти или удержание политической власти, вот тогда эта борьба является борьбой политической или представляет собой политику. Вот теперь я могу вам сказать, что такое политика. Политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. И вот обратите внимание, определение одно для политики, а классов, произвоположных, два борются, антагонистические классы. Один класс, он уже задачу завоевания власти решил, это правящий класс, это господствующий класс. Его задача в том, чтобы удерживать государственную власть, но и не для того он ее брал, чтобы просто удерживать, а он ее и пускает в ход для решения своих задач, осуществления своих целей. Ну, первое, что он делает, он свою волю классовую, как выражение его экономических интересов, он оформляет в виде законов. Это называется право. Право, писал Маркс, есть возведенное в закон воля господствующего класса. И поскольку это воля господствующего класса, то господствующий класс сам никаким правом не ограничен, потому что он именно это право и творит. То есть право есть выражение его интересов, если надо, он переделает. И вы, например, сейчас можете наблюдать, что наша дума, хотя сами представители буржуазии называют ее бешеным принтером, все время плодит и печатает новые всякие законы, и нет устойчивости права. Вчера был только такой закон, а завтра уже другой. Значит, надо снова иметь новые комментарии, комментарии к комментариям, разъяснения, уточнения и так далее. Надо это все публиковать. В соответствии с буржуазным правом у нас закон считается вступившим в силу, после того, как он пройдет, а, Государственную Думу, б, Совет Федерации, так, с Федерального Собрания Российской Федерации, потом отправится на подпись к президенту, и каждая следующая ступень может тормозить принятие закона, например, Совет Федерации может не пропустить. Или президент может отказаться подписывать, тогда собирается целиком федеральное собрание, и если две трети будет собрана за то, чтобы этот закон все-таки стал действующим законом, то уже президент обязан подписать этот закон. Из этого, кстати, видно, что законодательная власть выше исполнительной, к которой относится президент. И после этого, после того, как президент подписал, закона еще нет, надо после этого, чтобы он был опубликован. Вот в российском газете и в собрании законодательных актов публикуется закон, и с того момента, когда он опубликован, он считается действующим. И дальше провозглашается, что незнание законов не освобождает от ответственности за их выполнение. Если вы хотите этот закон узнать, свеженький, вы покупайте газету российскую. Российская газета публикует все новые законодательные акты, которые подписаны уже президентом, которые прошли Думу, прошли Совет Федерации, вышли из федерального собрания, президент подписал, опубликовано. Но они публикуются таким мелким шрифтом, что вы рискуете, конечно, просветиться в правовом отношении, но одновременно и ослепнуть. Поэтому, так сказать, эта публикация имеет больше смысл такого рода, что, так сказать, мы опубликовали, а дальше хоть не расцветает. То есть, если вы что-то не знаете, то незнание законов не освобождает от ответственности за их выполнение. И если вы думаете, что вы знаете, и вы нарушаете закон или не нарушаете, то вы еще не знаете, потому что вы не в курсе тех последних изменений, которые были внесены и которые вносятся постоянно. Вот такая с этим делом имеется картина. Но это одна задача у правящего класса. Вторую задачу должен решать, какую, кроме удержания своей государственной власти. Он должен пускать эту государственную власть в ход. И поэтому государство назначает соответствующих чиновников в собольший собственный государственный аппарат, как оно назначает губернаторов, организовывает выборы, так организовывает выборы, чтобы власти были те, кто представляет собой правящий класс. И вот принимает все необходимые меры для того, чтобы в идеологии господствовала точка зрения правящего класса, а не точка зрения противоположного класса и так далее. То есть ведет всю необходимую работу в средствах массовой информации, имеет соответствующие средства массовой информации и обеспечивает проведение своих экономических интересов. Второй класс, который противостоит правящему классу, он в известном смысле в худшем положении находится. Если для правящего класса политика состоит в том, чтобы удерживать власть и пускать ее в ход для решения своих задач, то для того класса, который является подчиненным, политика состоит в том, чтобы готовиться к тому, чтобы отобрать власть у правящего класса, стать правящим классом, подавить диктатуру прежнего класса, установить свою диктатуру. Почему диктатуру? Потому что если класс правящий, то он сам определяет, какие законы принимать, поскольку закон есть воля господствующего класса. Поэтому всякое право – это диктатура господствующего класса. И на место одной диктатуры класс подчиненный стремится поставить другую диктатуру. Вот задача, которая перед ним стоит. Значит, ему три задачи надо решить. Ему нужно, а, завоевать власть, б, потом сохранять свою власть. Вот рабочий класс России завоевал власть, рабочий класс России ее в известное время сохранял, потом утерял. Но еще надо эту самую власть использовать для того, чтобы проводить свои интересы. И потерял рабочий класс власть, которая у него была во многом потому, что он не вполне последовательно и твердо оставил свои интересы, или наслушался своих представителей и выразителей, которые объясняли ему, что классовая борьба прекратилась, дескать, все в порядке, не беспокойтесь, все будет хорошо, сейчас мы все перестроим, заживем, прекрасно. И, так сказать, убаюканный этими разговорами, этими речами, соответствующими статьями, публикациями, передачами, рабочий класс власть утерял. Но если он утерял власть, теперь для того, чтобы ему снова осуществлять свою диктатуру, ему нужно для начала эту власть вернуть. Поэтому задача перед угнетенным классом, перед рабочим классом России, стоит не в том, чтобы отмечать просто столетие революции, а в том, чтобы сделать так, как это сделал рабочий класс сто лет назад. То есть создал Советы и с помощью Советов установил советскую власть, руководимой своей вполне большевистской партией. Вот, собственно, задача, которая стоит. Кстати, два слова о том, как отличаются большевистская и меньшевистская партия, потому что это деление, оно не только имеет историческое значение, но оно имеет и нынешнее вполне актуальное значение. У нас тоже есть большевики и меньшевики. Большевики стоят за то, чтобы партия рабочего класса, она была не просто партией разговаривающих, чтобы в нее не просто профессора входили, которые время от времени помогают партии, или материально, или какими-то своими действиями, но партия должна состоять из организаций. И вот ленинский пункт устава РСДРП, гласил, что членом партии может быть только тот, кто работает в одной из организаций. Не просто уплачивает членские взносы, не просто он принимает и признает, и выполняет программу партии, но еще и он работает в одной из организаций, чтобы партия была таким единым кулаком, который по одной команде может действовать быстро, решительно и дисциплинированно. Поэтому люди, которые сейчас называют себя, очень много таких блуждающих левых, которые говорят, я левый, и вот этот левый, он, как говорится, ни в какой организации не состоит, ни в хорошей, ни в плохой, он никакой дисциплине партийной не подчинен, он ничего не обязан, но зато он ничего и сделать не может. Поэтому он ходит, смотрит, перебирает, поэтому у него в голове каша, и эта каша у него только усиливается. И долгое нахождение в левой тусовке вовсе не делает его человеком растущим или выросшим. Вот так это дело выглядит. Вот если говорить об определении политики, то я еще раз возвращаюсь к этому определению, еще раз его повторяю. Политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти в интересах господствующего класса. И это единое определение, двустороннее. Тут есть определение и политики передового класса. Политика передового класса прогрессивна. Политика передового класса – чистое дело, если вспомнить высказывание о том, что политика есть грязное дело. А вот политика реакционного класса, а вот буржуазия в наше время, в условиях, когда капитализм и свободная конкуренция уже превратился в империализм и стал умирающим и загнивающим, вот политика сохранения господства капиталистов, политика сохранения господства эксплуатации, политика накапливания богатств, получаемых за счет чужого труда, а эксплуатация – это присвоение чужого, неоплаченного труда. Иногда по этому поводу выступают представители самой буржуазии и говорят, что вот, дескать, у нас есть партия жуликов и воров. И помалкивают, какая это партия. Почему? Потому что они союзники этой партии. А кто с этим выступает? Обычные СССР, так сказать, наша справедливая Россия. И кого они имеют в виду? Они как бы намекают на единую Россию. Но единая Россия – это не жулики и воры. Жулики и воры, они иногда отбирают у вас то, что создано своим трудом. Правильно? И бандиты на вас напали, забрали что-то, а вы это все создавали, накапливали. А в чем отличие действий эксплуататорского класса, в данном случае буржуазии? Да в том, что он систематически, ежедневно, в течение рабочего дня отбирает у вас значительную часть вашего труда. Ну, грубо говоря, вы работаете 8 часов, если вас не заставили работать 9, 10, 12, как сейчас делается все больше и больше, вы работаете 8 часов, из них за 2 часа вы делаете продукта эквивалентного вашей заработной плате, а заработная плата – это цена рабочей силы. Ну, и все остальное время вы работаете на того, кто вас нанял. И все то, что имеют нынешние наши капиталисты, богатые люди, оно создано трудом других людей. Это чужой, неоплаченный труд. Поэтому они гораздо страшнее, чем какие-то жулики и воры, потому что тут нет не эпизодическое присвоение чужого неоплаченного труда в ходе налета или в ходе ограбления и так далее, а систематическое присвоение чужого неоплаченного труда. И освобождение этой эксплуатации – это вот и есть та великая задача, которая и сделала Великую Октябрьскую социалистическую революцию действительно великой. Почему? Потому что предыдущие революции они меняли способ эксплуатации, форму эксплуатации. Например, было рабовладение, были рабы, которые подчинялись рабовладельцам. Не просто подчинялись, были его собственности, это были говорящие орудия. Рабовладелец смог с ними сделать все, что угодно – убить, если к этому это захотелось. Поэтому революция феодальная, которая произошла, переход к феодализму, к помещичему землевладению, и к помещичьему правлению, эта революция изменила форму эксплуатации. Дескать, убить вы не можете, но можете бить плетьми и заставлять работать на себя. Бесконечно. Никаких ограничений нет. Затем феодальная эксплуатация сменилась великой буржуазной революцией. Почему она великая? Потому что нет личной зависимости. Вы больше ни рабовладельцу не подчиняетесь, потому что, дескать, вы его собственность. Вы не являетесь собственностью помещика, а вы свободный человек. А раз вы свободный, вы даже свободнее тех, у кого есть фабрики и заводы, потому что они эту задачу решали и освободили вас от всего. И вы вышли гол как сокол, и у вас есть только свои рабочие руки. Ну, можете и продавать свои рабочие руки. У вас есть товар, у нас есть товар. Фабрики, заводы. У нас есть другие товары. А у вас есть рабочие руки. Продавайте их, как человек свободный, и мы будем вам платить, ну, как бы нормальную зарплату. А какая нормальная? Это по стоимости. Вот сколько стоят товары, столько мы вам будем платить. Стоимость посчитаем жизненных средств, необходимых для нормального развития работника, членов его семьи, и вы получили. Все сверху этого вас не касается. Это не ваш завод, не ваш товар, который вы создаете. Не вы его будете продавать, не вы за него деньги будете получать. Ваше дело сделано. Идите, так сказать, будет день зарплаты, и получите свою зарплату. Раз в 15 дней получайте свою зарплату, и будьте здоровы. А буржуазное государство позаботится о том, чтобы вы не нарушали этот срок. Все-таки пусть выплачивают эти самые гроши. Хотя эти гроши вот становятся все меньше и меньше. В 2017 году заработная плата, реальная заработная плата работников составила 92,5% по отношению к тому, какова была реальная заработная плата в 2014 году. Ну, а что касается эксплуататоров, которые богатеют за счет чужого труда, там совсем другая картина. за 2016 год процент прироста долларовых миллионеров составил 10%, а долларовых миллиардеров в России 11%. Так что, когда люди анализируют и думают, как хорошая у нас экономика или плохая, ну, это неправильный вопрос. Она для одних хорошая, а для других плохая. Для тех, кто стал долларом-миллионером или миллиардером, она вполне хорошая. И так быстро обогатиться, как в России, редко где можно на нашей нынешней земле. Поэтому сюда активно едут люди для того, чтобы здесь делать свой бизнес. То есть, что значит бизнес? Значит, эксплуатировать трудящихся России. Итак, политика есть классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Вот понятие политики. Вторая тема по циклу политической борьбы посвящена вопросу о предпосылках политической борьбы. Ну, понятное дело, что речь идет о политической борьбе, а политическая борьба – это борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Значит, в эту борьбу вступают два противоположных класса. Лучше даже сказать, что не то, что они вступают, они никогда не прекращают эту борьбу, постоянно ведут. Но понятно, что каждый класс заинтересован не просто в том, чтобы вести эту борьбу как бы для своего развлечения, а для того, чтобы выигрывать здесь, в этой борьбе. Вот, и выигрыш здесь, самый главный выигрыш в том, чтобы получить государственную власть в свои руки или удержать государственную власть в свои руки. И второй выигрыш, если у тебя государственная власть есть, так властью надо пользоваться для того, чтобы осуществить свои экономические интересы. И вот в этой самой борьбе, какие требуются для этого предпосылки? Ну, каждый класс должен знать, за что ему бороться. И каждый класс поэтому должен выразить свои цели теоретическим образом. Поэтому первая предпосылка политической борьбы состоит в том, чтобы классы выразили свои политические позиции. Выразили их политические позиции сначала как теоретические, в своих теоретических работах, то есть в книгах, на конференциях, на форумах, семинарах, в кружках и так далее. И, во-вторых, чтобы они эти теоретические свои позиции последовательно реализовали в своей пропаганде. Третье, что они должны сделать, они должны не ограничиться одной пропагандой, поскольку если это будет кончаться пропагандой, это не политическая борьба, это подготовка к ней. Это бег на месте. Надо, чтобы они могли призвать к немедленному действию, а призыв к немедленному действию называется агитацией. Поэтому борьба классовая, которая является политической борьбой, является борьбой теоретической, пропагандистской и агитационной. Ну и понятно, что она только тогда классовая, и только тогда политическая, когда она охватывает значительную часть класса, а не такую, которая сводится к единичным элементам или экземплярам. Поэтому если классу не удалось расширить свою теоретическую борьбу до того, что эти книги доступны значительной части соответствующего класса, если не удалось создать средства массовой информации и организовать их работу таким образом, чтобы они доходили до класса, не удалось организовать агитационную работу, то тогда эта классовая борьба хромает, и тогда эта классовая борьба не будет успешной. Вот почему требуется и теоретическая борьба, и пропагандистская борьба, и борьба агитационная, которая приводит в действие уже непосредственно класс. Ну вот в этом отношении что можно сказать про борьбу теоретическую? Вот в борьбе теоретической хуже всего, несмотря на колоссальные ресурсы, которые есть у господствующего класса, несмотря на то, что он полностью господствует, вот именно потому, что он класс реакционный, его время уже прошло. То есть уже противоречие самого существующего строя, в данном случае капитализма, уже перезревшего и созревшего, уже превратившегося в империализм, высшую и последнюю стадию капитализма, про который уже Ленин говорил, что единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа, и потому переставшая быть капиталистической монополией, означала бы социализм. Вот в такой ситуации, ну дело тяжелое для правящего класса, доказывать правильность своих позиций. Поэтому, ну что мы наблюдаем? В философии возврат каким-то убогим философским течением. Больше всего буржуазия боится диалектики. Скажем, среди лидеров буржуазии вы почти не найдете людей, которые хоть немного вкусили этой диалектики, хотя название диалектика они иногда употребляют, как Абалкин употреблял, но ничего общего диалектика он не имел. «Диалектика социалистической экономики» была такая у него книжка. То есть, почему? А потому что они как бы чувствуют, что от философии Гегеля, от диалектики, от науки логики дальше следующий шаг к чему? К диалектическому материализму, а дальше от диалектического материализма еще один шаг к историческому материализму, причем шаги это уже в теории сделаны идеологами рабочего класса, и раз они сделаны идеологами рабочего класса, то, следовательно, с этим бороться очень тяжело. И поэтому все сводится к тому, чтобы напечатать много разных книг и отстаивать позицию плюрализма мнений. Во-первых, речь идет не о знании, а о мнении. Дескать, у вас такое мнение, а у меня другое. У вас мнение, что у треугольника треугла, а у меня мнение, что четыре угла у треугольника, и дважды два семь. И для мнения ведь никаких законов нет, правда? Могу я считать, что до луны 50 километров? Я вот везде высказываю, что я вот думаю, мнение у меня такое, что 50. И все собираюсь туда пойти, но как-то вот все недосуг, еще не проверял. Но некоторые заявляют, что там 380 тысяч километров, но я с этим мнением не согласен. В чем тут прием в такой пропаганде, в отстаивании этой неверной теоретической позиции? Прием в том, чтобы утопить знания среди многочисленных всяких точек зрения, мнений и так далее. То есть вот есть разные точки зрения, тысяча всяких точек зрения, среди них есть и правильные. Но вы его не найдете, не увидите. И это оно может быть и напечатано, оно может быть и озвучено, оно может быть в каком-то выступлении, в каких-то роликах, на каких-то ресурсах и так далее. Но вы вряд ли его найдете. Ищите. Вот такая вам задача, если вы представители другого, противоположного класса. А мы вам будем, так сказать, всякие вещи рассказывать, которые вас удивят. Например, скажем, или в философии есть, скажем, такое течение, как феноменология. Феноменология, то есть явление мы знаем, а сущность мы не понимаем. И поэтому рассуждаем только о явлении. Вот о явлении можно говорить. Зачем мы будем говорить о чем-то более глубоком, о том, что фундаментально. Вот есть явление, а про сущность молчания. Хотя это прямо противостоит тому, что говорил Георг Вильгель Фридрих Гегель, о том, что явление есть явление сущности, а спокойное в явлении есть закон. Не надо изучать никакие законы. Вот есть разные явления, давайте будем смотреть на эти явления. А явление вы можете посмотреть на экране телевизора. А на экранах телевизора убийства, насилие-насилие и убийство. И иногда кое-что, особенно когда нужно дать рекламу, а никто не будет смотреть рекламу в плохих фильмах, достают старые советские фильмы, пускай там рекламы, они постоянно прерываются этой рекламой, поскольку, так сказать, без этого никто рекламу смотреть не будет. Поэтому, так сказать, ситуация незавидная у правящего класса, это нужно понимать представителям класса подчинённого, угнетённого, потому что пусть они не плачут по поводу господства, потому что господство лжи долго не продержится. Ну, оно само, конечно, не упадёт, но мы должны прежде всего понимать, что это ложь. Вот плюрализм мнения, плюрализм множественно, вот и такая точка зрения, и такая, и такая, и все на равных. То есть ложь наравне с истиной. Вот какой приём здесь применяется. Второй приём. Вообще можно, так сказать, об этом знание забыть, а надо просто верить. Ну, во-первых, верить тем, что тебе говорят по телевидению, или по радио, или ещё где-нибудь в каких-то выступлениях. Или просто верить Господу Богу, потому что единственное последовательное мировоззрение, которое может противостоять хоть в какой-то мере марксизму, ленинизму, которое объясняет как бы все явления мира, это религия. Вот, так сказать, всё вот это вот так предрешено, так решил Бог, Он на всем смотрит, Он на всё наблюдает, у Него есть хороший план вашей жизни, и Вам как-то тепло и хорошо, что Вы не один ходите, а там есть на небе кто-то об этом, думает о вашей жизни, и у Него есть отличный план, и он этот план будет реализовывать. И когда вдруг какие-то дети погибают в каких-то столкновениях или пожарах, ну, это за грехи наши тяжкие, оказывается, ну, в праве нигде нет, ни в одной стране, чтобы дети отвечали за грехи кого-то, ну, а вот в религии есть, ну, что поделаешь, такова жизнь, вот, и спрашивать тут не надо, потому что так установлено Богом, поэтому если в науке везде изгоняется догматизм, и она противница догматизма, то в религии, наоборот, догматы, а кто отходит от догматов, тот еретик, а то его. Ну, и если, тут есть, правда, одна беда, в которую мы уже, так сказать, в эту беду вошли, можно сказать, весь мир вошел в эту беду, если Вы, вот, даете возможность наступать религии, а религии разные, и если эти религии разные, то у каждого свой Бог, ну, ясное дело, что наш Бог самый истинный, а ваш Бог не такой, как наш, он плохой, наш правильный, ваш неправильный, и, говорит, тогда мы начинаем нападать на тех или иных Богов, и начинается вот межкофессиональная, межрелигиозная резня, или находятся такие люди, как вот в одном французском журнале, которые критиковали порока Мухаммеда. Ну, одно дело рассматривать вопросы религии и критические, а другое дело просто, так сказать, в таком темном свете рисовать того, кому многие поклоняются. К чему это может привести? Ну, к чему это и привело к терактам, которые никак не могут остановиться, кто эти теракты, собственно говоря, завел. И эти теракты возникли благодаря вот этой нынешней капиталистической системе, которая одних людей грабит, они вынуждены бросать свои дома, ехать в другие страны, где хочется работать кусок хлеба, но они люди темные, никто не заботится ни об их образовании, ни о освобождении их от той темноты, в которую они впали, и поэтому они являются легкой добычей для тех, кто организовывает террористические акты. Ну, и еще одной предпосылкой является, конечно, и агитация. Но вот главная агитация, которую ведет буржуазей, очень усиленно, приходите на выборы. Почему? Дескать, приходите на выборы, она говорит, выберите, выберите, кого вы считаете нужным, голосуйте за того, за кого вы считаете нужным, хотя мы все прекрасно знаем, что прежде чем за кого-то вы будете голосовать, происходит некоторая процедура отбора, значит, только такие партии или такие, значит, депутаты, кандидаты допускаются до выборов, за которые смогли собрать установленную норму подписи. Эта норма установилась таким образом, что вы, не имея мешка денег, не смогли это собрать. Если вы имеете мешок денег, нет проблем. Набираете столько людей, сколько есть в станции метро, умножаете на два, чтобы стояло по два человека, и они там будут стоять и подписывать, а вы будете платить по пять тысяч за день. И раз-два и собрали подписи за право кандидату зарегистрироваться на выборах. А если у вас этих денег нет, то напрасно вы думаете, что вы каким-то образом попадете в число кандидатов. Ну, мне легко об этом говорить, потому что мне приходилось дважды участвовать в таких больших выборах. Я был кандидатом в народные депутаты СССР по Ленинградскому национально-территориальному округу в 1989 году и наблюдал всю эту картину изнутри. Но тогда еще, чтобы стать кандидатом, надо было заручиться поддержкой трудовых коллективов. Вот, скажем, я был выдвинут коллективом морского торгового порта, от завода имени Казицкого телевизионного фабрикой, канатной фабрикой Нева, ну, и еще одним предприятием и морского судостроения. Вот, приходилось мне быть кандидатом в депутаты Государственной Думы, я очень быстро, сказать, понял, что та сумма, которую это располагаю я, она совершенно не позволяет собрать подписи в том количестве, которое нужно для регистрации, и поэтому я эту сумму затратил для выпуска очередного номера газеты «Народная правда», чтобы зря деньги не пропадали. Я думаю, что каждый, кто какое-то отношение к выбору имел, понимает, у кого деньги есть, тот может создать партию для этого необходимую, он может соответственно идти от этой политической партии, причем это он может делать без нарушения законов. Каким образом? А очень просто. Вот приходит, допустим, к лидеру какой-нибудь партии человек, у него за плечами большой мешок с деньгами, говорит, люблю я вашу партию, как бы мне помочь вашей партии, можно это сделать? Ну, лидер партии говорит, ну, можно, в принципе, у нас законодательство позволяет вносить в избирательный фонд без ограничения, если у вас нет иностранного капитала. Нет, у нас нет иностранного капитала. Ну, вот, сколько мне нужно внести, чтобы избрано было 10 депутатов? Ну, чтобы 10 депутатов, ну, где-то по, скажем, 4 миллиона долларов, ну, 40 миллионов долларов, ну, все тогда, я вам 40 миллионов долларов внесу. А у вас есть какие-то просьбы? Да, никаких особенных нет, вот, хотелось бы, чтобы среди этих 10 депутатов и я был. Ну, хорошо, а что тут, какие тут проблемы? И руководитель партии вполне может убедить своих товарищей, что у нас нашелся горячий сторонник, который нам во всем помогает, давайте его включим в этот самый, в избирательный список бюллетеней, а голосует-то за партию, ну, а если это одномандатники, так сказать, кандидаты, которые идут, так сказать, самостоятельно, самостоятельность их определяется тем, что у них у самих достаточно денег, чтобы они собрали необходимое число подписей и ввели соответствующую агитацию. А если у вас денег нет, у вас будут маленькие грязненькие бумажки, которые вы будете клеить, а если у меня денег много, у меня будут большие такие плакаты цветные, они будут высоко повешены, билборды будут стоять, а везде написано, Попов Михаил Васильевич, а вас, вашу фамилию вообще никто не узнает, если у вас нет денег. Вы должны понимать, в каком обществе мы живем. Мы живем в обществе, где правит капитал, и поэтому выборы представляют собой такую рулетку, в которой трудящиеся никогда не выиграют, и никогда не выиграли ни в одной стране. Если бы Ленин был дурачком, то он бы, наверное, получив второе место для большевиков при выборах в учредительное собрание, загрустил бы и думал бы о том, что, дескать, ну что, никак нам не набрать, ведь мы плохо работаем, а он думал о том, как получить большинство в соответствующих советах, в московском, в петроградском, в войсках Северного фронта и взять власть. И вы знаете, что в 1917 году благополучно власть перешла к большевикам, то есть власть стала советской и организовывала работу этих советов и деятельность российская социал-демократическая рабочая партия большевиков. А впоследствии РКПБ. Вот так обстоит дело, если говорить о предпосылках. То есть предпосылки завоевания власти и предпосылки политической борьбы, это, а, борьба теоретическая, и вот тут, скажем, представители рабочего класса были на высоте, и Маркс, и Энгельс, и Ленин, и в наше время рабочий класс имеет своих представителей, которые способствуют разработке теоретических вопросов у нас, скажем, я могу назвать там и профессора Золотова из Нижнего Новгорода, и доктора экономических наук Мазура Олега Анатольевича из Невиномыска, и профессора Кайонова из Ленинграда, которые вполне отвечают требованиям, предъявляемым к идеологам рабочего класса. А пропагандистов молодых у нас очень много, и, например, вы их можете видеть в числе тех, кто является преподавателями и слушателями Красного университета Фонда Рабочей Академии. А агитаторов? Агитаторов у нас пока мало. Агитаторы должны появиться благодаря самим рабочим, самим рабочим коллективам, потому что для того, чтобы победить, недостаточно только учиться в университетах, усваивать науку, нужно приходить к действиям, то есть нужно вести соответствующую борьбу за свои интересы. Начинать надо с вопросов простых, с борьбы за повышение уровня реального содержания заработной платы, с борьбы за сокращение рабочего дня и так далее, и постепенно переходить к более сложным задачам, вплоть до установления советской власти построения социализма и перехода к такому обществу, где классов не будет, и про которое Энгельс говорил следующее, что это будет общество, в котором никто не будет перекладывать свою долю производительного труда на плечи других. с одной стороны это время производительного труда будет очень коротким, особенно в силу того, что оно будет затрагивать все общество, всех членов общества, но в то же время оно не будет мешать развитию других сфер и сторон жизни общества, науки, культуры, искусства и так далее. Вот что можно сказать о предпосылках политической борьбы. Третья лекция по циклу политическая борьба называется так «Содержание политической борьбы». Давайте углубимся в содержание политической борьбы, потому что мы не должны ограничиваться вершками, а должны смотреть и корешки. То есть в чем содержание политической борьбы? Ну, кратко на этот вопрос, в чем содержание политической борьбы, можно считать, что мы уже как бы вскользко отметили. Содержание политической борьбы состоит в том, чтобы осуществлять экономические интересы соответствующего класса. В политическую борьбу ведут два противоположных класса, и если даже, скажем, противоположного класса нет, а такая ситуация была в Советском Союзе, правда? В Советском Союзе после построения социализма, когда в переходном периоде были изжиты все эксплуататорские классы, противоположного класса не было, были рабочие классы, колхозные крестьянства, интеллигенции, но никто в такую вот именно противоположность не входил и не вступал, и поэтому не могло быть такой задачи. Но задача борьбы за осуществление своих интересов она остается до тех пор, пока класс остается классом, и пока классы полностью не уничтожены. Поэтому содержание политической борьбы может быть описано в следующей фразе содержание политической борьбы это борьба за экономические интересы класса. Как углубиться в понимание этого вопроса? Для этого надо разобраться с тем, что такое экономические интересы. Я хочу сказать, что это очень глубокая и большая тема, без рассмотрения которой люди не будут понимать содержание политической борьбы. Что такое экономические интересы? Сплошь и рядом в нашей литературе под экономическими интересами понимается то, что относится на самом деле к интересам психологическим. Вот если я интересуюсь пением, чтением, рисованием или вами, то это не что иное, как просто концентрация внимания на каком-то предмете или объекта. Я заинтересовался вот этим. Потом перестал интересоваться другим. Это перестало быть предметом моего интереса и так далее. На самом деле во всех этих высказываниях используется категория интересов из психологии. Это психологический интерес. Это характеристика моего сознания. Что привлекло мое внимание? Вы сейчас привлекли мое внимание, значит, это предмет вашего интереса. Вы сейчас заинтересовались этим выступлением этой лекции, а потом охладели к этому, и все, она больше не предмет вашего интереса. На самом деле, когда речь о экономических интересах, там совсем другая категория. Экономические интересы – это такая характеристика положения людей, которая показывает, что им в силу их экономического положения объективно выгодно, а именно, что улучшает, а что ухудшает их положение и в какой степени. Какие действия или изменения, затрагивающие их положение, ухудшают или улучшают их положение и в какой мере. Вот что такое экономические интересы. То есть, экономические интересы отвечают не на вопрос, что привлекло мое внимание, а что мне выгодно. Вот по этому поводу можно привлечь к рассмотрению такую работу Ленина «Куи продест», по-латински названную. «Кому выгодно?» То есть, люди, пишет Ленин, будут легкими жертвами в политике, если они за программами, заявлениями, заявлениями и разъяснениями не будут различать интересы классов, если они будут брать что-либо на веру. Есть и более жесткие высказывания Ленина, что тот, кто в экономике или в политике верит на слово, тот круглый дурак. Мне это не понравилось, когда я до этого дошел, читая полные собрания сочинения Ленина, и я стал ждать чего-нибудь другого на эту тему. Ну вот, дошел до такого места, где было сказано, что кто в экономике или в политике верит на слово, тот круглый идиот. На этом я успокоился и могу вас поздравить с тем, что вы тоже исчерпали движение в сторону познания того, что тот, кто в политике верит на слово, тот круглый дурак, или идиот. Политика это борьба, а в борьбе особенно реакционные классы, они применяют самые разные приемы. А что касается прогрессивного класса, то, например, всякий класс, ведущий борьбу, может тоже идти на определенные хитрости. И те люди, которые являются бесхитростными, это люди, которые могут оплошать, если речь о борьбе. Поэтому давайте не будем забывать, что всякая политическая борьба за экономические интересы, и экономические интересы это характеристика не осознания, а экономического бытия, то есть положения в производстве. То есть, если, скажем, я хочу узнать, в чем экономические интересы продавца, что я должен сделать? Ну, я должен осознать, в чем содержание положения продавца. Продавец находится в таком положении, что ему выгодно продать товар подороже. Если этот же продавец вышел из своего ларька и идет в другой ларек, там он уже покупатель. А покупателю что выгодно? А покупателю выгодно купить подешевле. Ну, вот, скажем, с этой точки зрения, что выгодно капиталисту? Капиталисту выгодно вас эксплуатировать, то есть, делать зарплату вам поменьше, поскольку ему это не с руки понижать непосредственно номинальную зарплату. Все капиталисты объединяются, создают свое государство, государство организовывает инфляцию и объясняет с помощью Центробанка, с помощью мадам Набиулиной, что, дескать, делать нечего, у нас будет инфляция, там процента 2, а лучше быть не 2, а больше, а была и 10, и 14. А что такое инфляция? Это у вас прямо из кармана вытаскивают деньги, то есть, бумажек-то вы приносите все больше домой, а купить на них можете все меньше и меньше. А в чем заинтересован рабочий? Рабочий заинтересован, он же продавец рабочей силы, и ему резонно, можно сказать, работодатель. Ну вот, ты спрашиваешь, когда тебе будет повышена зарплата? Ну, зарплата – это цена рабочей силы. Ты продавец. Ты спрашиваешь у покупателя товара, когда будет снижена цена. Ну, если я покупатель, только идиоты-покупатели будут добиваться или снижать цену на то, повышать цену на то, что они покупают. Странно было бы, я бы сейчас пошел в буфет и спросил, а сколько стоит вот коробка конфет? Они сказали, коробка конфет стоит 40 рублей. Я говорю, беру за 70. Что это значит? Ну, скажут, наверное, у человека что-то с головой плохо. Не может покупатель быть заинтересован в повышении цены того товара, который он покупает. Следовательно, на вопрос о том, когда нам будет повышена зарплата, рабочие должны получить какой ответ от капиталистов? Никогда. Никогда не повышают капиталисты зарплату, всегда зарплата повышается под давлением рабочих в той или иной форме. всякое повышение зарплаты серьезное осуществляется в капиталистическом мире за счет соответствующей борьбы. Статичной борьбы прежде всего за счет забастовки или угроз забастовки. Вот недавно в Испании, как вы, наверное, слышали или заметили, были забастовки работников аэропортов. И эти работники требовали повышения заработной платы и улучшения условий труда. Таким образом, повышается зарплата, улучшаются условия труда во всем капиталистическом мире. И нынешняя буржуазная Россия, конечно, не является для этого исключением. Но из этого что следует? Если мы хотим вникнуть в суть политики, мы должны глубоко изучить содержание экономических интересов. Вот понять интересы класса буржуазии очень легко. Это очень элементарно. Раз они заинтересованы в накоплении капитала. И капитал это не что иное как самовозрастающая стоимость. В чем заинтересованы капиталисты? Капиталисты заинтересованы в том, чтобы увеличивать объем своего капитала. Вот с этой точки зрения надо сказать, что наши российские капиталисты нынешние еще не доросли даже до понимания своих экономических интересов. То есть они понимают, что желательно зарплату понизить, а то, что им нужно часть прибавочной стоимости отправлять на накопление капитала, то есть на создание новых рабочих мест и на приобретение новых современных средств производства, это понимает я думаю меньшинство из современных так называемых деловых людей. Эти деловые люди действуют по принципу купил-продал или создают компанию под названием купи продакшн интернешнл ЛТД и думают, что если они купили по дешевке и продали где-то подороже, то они тем самым являются бизнесменами, капиталистами. Ну вот надо сказать, что Маркс-Напишарский капитал, он уважительно относился к промышленным капиталистам по одной простой причине, что они организовывают производство и организовывают развитие самой экономической базы общества. А что касается вот, скажем, торговых капиталистов, они тоже уже не такую важную роль играют, но без них товар не дойдет до потребителя и не реализует свою потребительную стоимость, они тоже важны. Банки, если они обслуживают производство и торговлю, они тоже имеют смысл, но наши банки при нынешней, скажем, ключевой ставке, которая установлена на уровне 9%, а к ней коммерческие банки приписывают свои 7-16% получается, они никак не могут помочь нашему развитию производства и представляют собой просто паразитов. Из этих паразитов вы наблюдаете время от времени само же буржуазное государство закрывает очередной какой-нибудь банк, который лопается. А лопается он потому, что он не осуществляет те функции, которые должны осуществлять банкиры. Банкиры должны временно свободные в хозяйственном обороте накапливать и направлять туда, где имеется временный недостаток этих денег за среднюю норму прибыли. Они этого не делают. Поэтому эти наши банки представляют собой расставщические конторы, причем с такой ставкой роста, ставкой процента, по которой ни один нормальный предприниматель капиталистический получить этот кредит не может. Поэтому можно сказать, что наш Центробанк в угоду иностранному капиталу, иностранным государствам, с которым мы вроде бы как пикируемся, вот в угоду этим иностранным капиталам и иностранным государствам он не позволяет развиваться нашему производству, не дает никаких кредитов. А те люди в руководстве, которые мало-мальски понимают, что без кредитов производство не идет, такие, как, скажем, Денис Мантуров, министр, промышленности и торговли, он, эти банки обошел. Созданы такие фонды, к сожалению, маленькие, из этих фондов под 5% можно получить деньги на осуществление тех или иных инновационных программ развития нашей экономики. И это делается, это очень хорошо, что мы можем сказать, что есть какие-то иростки положительные, что этот самый капитализм состоит не из одних только паразитов, а их включает и тех, которые все-таки при своем паразитизме и при эксплуататорской позиции они все-таки что-то делают для развития производства. В чем заинтересован рабочий класс? Ну вот, если мы будем рассматривать его положение, то пока он, когда он только поступает на работу, рабочий, который поступает, у него только один может быть разговор, а какая собственная зарплата? Вот этим он руководствуется, когда он приходит наниматься на работу. Но когда он уже нанялся на работу, и он стал рабочим, и вошел в трудовой коллектив, хотя из всего нашего закона, и вот это политическое достижение Бурразии, слово коллектив из всего законодательства изъято, нет такого слова коллектив. Есть коллективные договора, есть коллективные трудовые споры, есть коллективные переговоры, а слово коллектив выкинуто, слово коллектив нет. Ну вот, если рабочий уже вошел в этот коллектив, он теперь заинтересован в том, чтобы его коллектив получил улучшение своего положения, не только в плане зарплаты, а и в плане условий труда. Потому что условия труда – это самое важное и самое главное для развития работника. И это то, что включает в себя и условия оплаты. Оплаты ведь тоже одно из условий труда. Еще и платить должны, чтобы люди могли поесть, попить, одеться, иметь крышу над головой. Поэтому, попав на предприятие, войдя в коллектив, человек получает те интересы, которые характеризуются как интересы в улучшении условий труда и развитии этого человека. Ну а всеобщий интерес рабочего класса состоит в том, чтобы обеспечивать его благосостояние и развитие. Вот если мы будем углубляться в решении вопроса о том, что выгодно рабочему классу, мы поймем тогда, в чем состоит интерес рабочего класса и за что надо вести борьбу. Но если мы берем содержание политической борьбы, то значит мы берем не содержание борьбы на отдельном предприятии, а содержание такой борьбы, которая должна вестись всем классом, желательно всеми рабочими. То есть на всех предприятиях они ограничиваются, так сказать, отдельными передовиками в этом плане. Почему? Потому что всякая классовая борьба, писал Маркс, есть борьба политическая. Если эта классовая борьба разворачивается широко, если она охватывает весь класс, весь класс начинает ломать эту вот рулетку, которую подсовывают буржуазии, и все время дает зарплату, а потом ее же отнимает с помощью инфляции, заставляет делать то, что написано в законе, а в Трудовом кодексе в двух статьях, в статье 130 и в статье 134 Трудового кодекса записано следующее, 130, что государство гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы. А чем гарантирует? Ничем не гарантирует, это не записано. Гарантирует борьбой самих рабочих. Хотите, боритесь. Это законная мера. Это законные ваши действия, ваша борьба справедливая. Боритесь. А если вы не боретесь, сам виноват. В 134 статье, что записано в самом заголовке, в заголовке написано обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы. То, что это записано, тоже большое достижение. То есть, если люди собираются организовать забастовку, или ведут коллективные переговоры, или коллективно-трудовые споры, если требования такие выдвигает профсоюз, то это требование законно, оно в соответствии с 134 статьей Трудового кодекса России, которое принято, думая, потом Советом Федерации, потом подписано президентом, оно опубликовано, дорабатывается все время, в таком же порядке и так далее. Следовательно, это требования законные. Но никаких мер, принуждающих работодателей к этому нет. Само понятие работодатель обманное. Это уже некоторое политическое достижение. Вот представьте себе, что вы едете на автобусе, и его ведет водитель. Кто сейчас работает? Работает сейчас водитель. А вы сейчас кто? Пассажир. Значит, по отношению к вам, вот этот водитель, это человек, который дает вам свою работу. И вы этой работой, то есть транспортной услугой, транспортной услугой вы пользуетесь. Поэтому он работодатель, а вы, можно сказать, работополучатель. А зачем такое понятие? Работодатель применяют ко всякому руководству, ко всем административным звеньям предприятий. Раньше так и называлось администрация предприятий. И работники, и коллектив этого предприятия. А сейчас работодатель. Значит, вы уже получили работу, а еще требуете и зарплату. Не слишком много вы требуете. Вот что хотят сказать капиталисты постановкой этого вопроса. Поэтому я думаю, что приемов здесь очень много, в том, чтобы сбить с толку людей. И поэтому очень важно, чтобы рабочие постепенно в этом разбирались. И чем больше они в этом разберутся, тем лучше будет у них жизнь при капитализме. И тем скорее они будут жить при социализме. И цель производства будет не осуществление прибыли, во что бы то ни стало, не максимизация прибыли, не самовозрастание капитала, а обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. А для этого нужно с ростом производительности труда сокращать рабочее время, увеличивать время свободное. А свободное время – это не время, которое сверхрабочего, потому что сверхрабочее – это не рабочее время. Туда попадает и сон, и дорога с работы на работу, то есть транспорт, и время, когда вы моете посуду и убираете у себя дома. И время, которое вам приходится провести в больнице или у врача, у зубного или у другого и так далее. А свободное время – это время для свободного развития, его мало. И вот с увеличением свободного времени связано развитие, а увеличение свободного времени связано с ростом производительности труда. И производительность труда растет, в том числе и при капитализме. То есть подспудно капитализм подготавливает почву для того, экономические условия для того, чтобы можно было осуществить задачу обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Вот ради этого, ради уничтожения классов, то есть деление на тех, кто управляет и тех, кто подчиняется, на тех, кто один в городе, другой в деревне работает, на тех, кто один занимается умственным трудом, другом физическим. Вот для того, чтобы преодолеть разделение на классы и добиться полного уничтожения классов, в этом состоит интерес, экономический интерес рабочего класса, и он не реализуется переходом просто к социализму. И при социализме нужно еще долго и долго работать над тем, чтобы классы были уничтожены, и действительно каждый человек мог бы развиваться и было обеспечено полное благосостояние и свободное всестороннее развитие всех членов общества в соответствии с целью производства социализма и его первой фазы, как первой фазы коммунизма. Четвертая тема, которую мы начинаем сейчас, эта тема звучит так. Политическая борьба буржуазии. Ну вот если мы сейчас на поверхность нашей политической жизни, российской, обратим внимание, то увидим, что очень много стало посадок. То есть вот с одной стороны один из представителей буржуазии, Навальный, а он, разумеется, никакого другого общества, кроме буржуазного, нам не предлагает. Он, так сказать, предлагает разоблачать коррупционеров. А с другой стороны, можно сказать, что наш следственный комитет намного опережает Навального в этом плане, потому что Навальный просто языком болтает. А вот следственный комитет коррупционеров ловит и сажает. Причем уж коррупционеров довольно крупных. Например. Но вот сейчас идет процесс по делу Улюкаева. Министра поймали. Причем поймали его на взятки. И причем у этого министра нашли дома, сколько? Дома нашли у него драгоценностей и бумажных денег на общую сумму половина миллиарда рублей. Да еще у него на счету есть один миллион долларов на сберкнижке. И еще в банке на счету. И еще у него имеется 24 участка и дом в Смоленской области. Ну, дом как бы не в счет. Наверное, у него не маленькая избушка гнилая. Ну, я ее не видел, ничего не могу говорить. Но 24 участка, вы понимаете, сколько сегодня стоит земля и во что это выливается. И все это при скромной зарплате министра. Скромной, конечно, не по отношению к зарплате рабочих, а скромной по отношению к тем деньгам, которыми он распоряжался и которыми он располагает. Или, возьмем второй пример, вот, среди чиновников, губернатор Сахалина, Хорошавин. К нему пришли и нашли у него тут же, прямо, примерно миллиард рублей наличными пятитысячными купюрами. Их прямо разложили вот так на ковре в его кабинете и сняли и напечатали в российской газете. Чья это газета? Это газета нашей в российской буржуазии. Поэтому говорить, что наша буржуазия не борется с коррупцией, неверно. Вот Белыха за то, что он взятку получил губернатора города Кирова тоже взяли. Вот. Ну и если перебирать, то вы таких примеров найдете тьму. Можно сказать, что самым интенсивным образом. Но я не очень понимаю, зачем Навальный построил свою выборную кампанию на разоблачение коррупционеров, когда самым широким потоком идут сообщения о борьбе и применении различных мер, в том числе и к тем, кто в области культуры. Вот вспомните, скажем, выделяются деньги на культуру, на какое-нибудь развитие какого-нибудь заповедника, их присваивают или выделяются деньги на развитие той или иной ветви искусства, в том числе театрального, а не кто-то успевает их присваивать и так далее. То есть и с этим... И вот те люди, которые должны бы радоваться друзьям Навального этому, они, значит, еще и возмущаются, как так? Почему сажают? За что сажают? А почему сажают? Неужели это выгодно буржуазии? Это выгодно буржуазии сажать коррупционеров? Почему? Потому что буржуазия хочет свою власть сохранить. Вот скоро грядут выборы очередные, в том числе президента. И надо к этим выборам прийти таким образом, чтобы было ясно, что борьба, власть борется против коррупции. Это должно быть продемонстрировано. И должно быть ясно. Одно дело разговоры пустые Навальнинские, а другое дело совершенно определенные посадки. Некоторые даже считают, что сажают как при Сталине. И даже не знаю, то ли с радостью говорят, то ли с неудовольствием. Но, видимо, судя по тому, сколько у нас сейчас коррупционеров, я думаю, что Сталин сажал очень мало. Потому что столько их появилось, как будто бы, видимо, товарищ Сталин не доработал. Вот такой скорее можно сделать вывод. Не доработал товарищ Сталин. Тем более антисоветчиков повылазило. Их можно сказать, что их подавляющее большинство антисоветчиков. Значит, если они антисоветчики, то они, следовательно, были против советской власти. А если они были против советской власти, то советская власть их подавляла. А что тогда удивляться, что она их подавляла? Они же сами признаются, что они были антисоветчиками. И поэтому они страдали за антисоветчину. Ну вот и все. Так что ничего тут такого. Вы попробуйте сейчас выступить против буржуазного строя. И вот если будут выступать против буржуазного строя, они точно так же их сажают, а в данном случае они разлагают этот буржуазный строй, они разлагают что именно? Разлагает буржуазный государственный аппарат. А в чём заинтересована буржуазия? А буржуазия заинтересована в следующем, та, которая не чиновниками является, а та, которая является собственно буржуазией. Буржуазия имеет миллиардеров, имеет миллионеров, в том числе долларовых, да? Но никто же не трогает там ни Лисина, ни Абрамовича, ни Потанина, это уважаемые люди, поэтому а должен быть такой государственный аппарат, который с позиции буржуазии, который бы осуществлял интересы буржуазии, а сам бы за скромные очень деньги, желательно за зарплату рабочего. Вот идеал буржуазии, что вот она-то сама может покупать себе острова, она может ездить на грандиозных яхтах и иметь эти золотые бриллианты, а вот чиновники должны быть дешёвые. Беда буржуазии в том, что её задача, её проблема, вот, осуществление своей власти неразрешимое. Противоречие тут неразрешимое. Почему? Потому что буржуазия в борьбе против социализма, который она провела успешно в 90-е годы, начиная с хрущевского периода, 61-го года, и завершила в 91-м году. Её проблема в том, что она на место приоритета государственных интересов поставила приоритет каких интересов? В личных. И это даже вы можете увидеть на конвертах. Вы идите на почту, там на конверте, если раньше писали, значит, страна Россия, потом город, потом улица, потом дом и потом ваша фамилия. Сейчас наоборот. Иванову улица такая, город такой, страна такая. Поэтому утверждён и везде провозглашён и вправе закреплён принцип приоритета каких интересов? Личных, а не государственных, не общественных. Ну вот, представьте себе тогда, человек является принципиальным. Вот что должен сделать принципиальный человек, попав на государственную службу? Вот, соответственно, этот вопрос. Принципиальный, а принцип у нас приоритет личных интересов. Если бы был приоритет государственных интересов на первом месте, он должен был бы заботиться о нуждах государства, о нуждах населения, о нуждах народа, или хотя бы даже о нуждах капиталистического класса. А у него приоритет личных интересов. Что он должен сделать? Пока он находится на государственной службе, он должен накопить как можно больше богатства. Он использовать должен своё нынешнее положение в государственном аппарате для личного обогащения, для обогащения его и своей семьи. Вот почему товарищ Бастрыкин, председатель Следственного комитета, говорит, что надо конфисковывать у всей семьи, потому что пришли судебные приставы к этому самому жулику, которого арестовали за то, что он брал взятки и так далее, и собирается у него конфисковывать то, что есть, в частичное возмещение нанесерного государства, ущерба. А он, что его не спросит, это чё? Это дочки, а это чё? А это жены, а это сына, а это тёщи, а это тёти. А что-то ваше, а моё, вот видите, телевизор КВН-49, раритетный, это можете забрать. То есть Бастрыкин прямо говорит, что если вы не конфискуете богатство семьи, то вы ничего не сделаете. Или тот же Хорошавин, который сейчас сидит под домашним арестом, бывший губернатор Сахалина, который по эпизодам, как доказано по эпизодам, получил 600 миллионов рублей взяток, но дома у него нашли миллиард 800 рублей. Он обратился в Конституционный суд, говорит, как же так, мы сейчас живём при капитализме, это в советское время, спрашивали, откуда деньги. Вот есть по суду, если следствие доказало, что я на 600 миллиардов взял взяток, вот, пожалуйста, эти деньги можете у меня и арестовывать, а остальное, пожалуйста, освободите от ареста. То есть остальные миллиард 200 оставьте в покое и не трогайте у него. И многие из тех, которые сидели в государственном аппарате, наворовали, попали даже в тюрьму или под домашний арест, они потом выходят, как будто бы они были на заработках, как бы они выезжали на какое-то время, на Колыму подзаработать или на север, или на юг, и вот они там работали вахтовым методом, сейчас в тюрьме, потом вышли из тюрьмы, а у них несметные богатства, которые обычная трудящаяся никогда не видела и не увидит. Никогда такие, не снились ему ни такие зарплаты, ни такие отпускные и так далее. То есть в условиях капитализма, раз провозглашен принцип приоритета личных интересов, буржуазия вынуждена сражаться, прежде всего против даже своего чиновничества, чтобы это чиновничество было скромными чиновниками, которые осуществляют власть буржуазии. Конечно, есть другое решение, но это решение совершенно не годится для буржуазии. Вот в государстве революции Ленин проглашал, что мы жалование, а не зарплату, кстати, чиновникам, жалование, а от слова, что мы пожалуем, что народ пожалует чиновникам, жалование надо установить на уровне средней зарплаты рабочего. Вот какая есть зарплата у рабочих в среднем. Если вы хотите повысить свое положение, ну вместе с народом, вот сделайте так, чтобы зарплата у рабочих выросла вдвое, у вас вырастет вдвое, сделайте так, чтобы зарплата у всех рабочих выросла втрое, у вас вырастет втрое, Нет, пусть она у рабочих остаётся, скажем, 40 тысяч, а в думцев уже, сидельцев думских, она 350 тысяч, почувствуйте разницу. Более того, у нас есть два пенсионных закона, один закон называется о трудовых пенсиях в РФ, очень хорошо называется, о трудовых пенсиях, если вы трудитесь, то вы заслуживаете пенсии. А второй закон, ну, основная масса людей по темноте своей не знает, что есть другой пенсионный закон о пенсиях, о пенсиях госслужащим. А закон о пенсиях госслужащим, он устанавливает 75% от дохода по занимаемой должности. То есть, если я, скажем, получал 400 тысяч, будучи чиновником высокого ранга, то когда я выйду на пенсию, для этого надо 10 лет прослужить, просидеть как-то, умудриться там. И вот 75% от 400 тысяч, сколько будет? 300 тысяч пенсии. И что вы говорите, что наши пенсионеры плохо живут? Некоторые пенсионеры живут очень хорошо, ну, есть, конечно, пенсионеры, которые получают там 5-7 тысяч, ну, о чем, о чем будем говорить? То есть, задача вот буржуазии очень сложная, ей нужно, с одной стороны, ей нужно за себя агитировать, чтобы, так сказать, на выборах победить. Поэтому нужно иногда бороться с одним и с другими, с третьими, время от времени кого-то ловить, наказывать и так далее, чтобы не говорили, что у нас все это безнаказано. С другой стороны, обеспечивать должна буржуазии льготную жизнь богатым, богатым жить хорошо. Например, вы, наверное, заметили, что если какого-то люди бедного поймают на каком-то нарушении, его сразу в СИЗО. А если это богатый человек, то это под домашний арест. Вот подруга Сердюкова сидела в 13-комнатной квартире под домашним арестом, и так она, в общем-то, в СИЗО мало совсем посидела. Или тот же Хорошаин под домашним арестом, или Улюкаев, а этот вот в то время, пока он сидит дома и смотрит телевизор про себя, это все входит ему в срок. Поэтому если вот он там просидит, допустим, процесс будет долгим, два с половиной года, то и через два с половиной года, так сказать, его примут решение о том, что дать ему два с половиной года лишения свободы, и он и выйдет прямо в зале суда на свободу, потому что истекло это время. Как бы у нас все равные, но есть равнее. А кто равнее? А равнее те, которые богатые. Поэтому нынешняя буржуазная власть, она твердо и последовательно осуществляет всю власть богатым, и никакой власти бедным. Да и разрыв между богатыми и бедными у нас в современной России сумасшедший, такого нет нигде в мире. О чем я вам должен доложить. У нас, если взять 10% самых богатых и 10% самых бедных, то вот соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных – 32. А вот в скандинавских странах, ну так, 3-5. А в европейских других странах, кроме скандинавских, ну 5-7, а в Америке – 9. Вот как-то интересно, вот такая крупнейшая страна капиталистическая, могли бы пример взять, что вы вот сделали 32, сделали бы хотя бы 9. А зато у нас быстро-быстро появляются миллиардеры. За счет чего? Понятно, за счет чего. Если средний доход и доход нашего гражданина, он сокращается, вот по данным, которые представила Академия народного хозяйства и государственные службы при президенте РФ, реальные доходы наших граждан с 2014 по 2016 год сократились и составили 90,5% от 2014 года, то вот те самые миллиардеры, о которых я говорил, их рост 11% за 2016 год, а миллионеров долларовых – 10%. Замечательная экономика. Для кого? Для богатых. И политика, которая у нас ведется, она хотя и объявляется, что, дескать, мы в интересах всего населения. Вот когда начнут обсуждать, индексировать пенсии или не индексировать, в прошлом году пенсии не индексировали, давайте, говорит, дадим по 5 тысяч, чтобы немножко поджать, у пенсионеров хоть по паре тысяч-то забрать, потому что, если бы не индексировать, если бы не выплачивать 5, а просто индексировать пенсии, как предполагается по закону, то надо было платить в среднем примерно 7 тысяч, а так получили по 5 тысяч. Но потом, настолько стыдно, видимо, стало руководству, особенно в преддверии приближающихся выборах, и с учетом того, что выбирать, наверное, будут пенсионеры, они приходят на выборы, а молодежь-то не очень, поэтому они решили больше в это не играть, и снова, как объявил гражданин Медведев, у нас пенсии будут индексироваться, а вот работающим пенсионерам уже проиндексировали в августе, правда, не активно так сообщают, на какую сумму, например, максимальный процент повышения пенсии работающим пенсионерам вот в этом августе – 200 рублей. Это на фоне вот таких гигантских зарплат чиновникам, мы видим, что как только начинает дело идти об этом, о пенсионерах, то это все превращается в какие-то копейки. Значит, разумная буржуазия, если она ведет свою политическую борьбу разумно, должна думать о том, как поддерживать авторитет своей власти, поэтому я думаю, что большую пользу для укрепления власти буржуазии представляет то, что наша российская буржуазия противостояла американскому фашизму на экспорт и не дала разгромить Сирию, не дала превратить вот компанию в Сирии, которая начала ИГИЛ, в то же самое, что произошло в Ливии, что произошло в Ираке, что произошло с Югославией, поэтому там о каком-то суверенитете говорят, как говорится, заокеанские хозяева. Надо сказать, что российская буржуазия, при том, что она имеет общие интересы с буржуазией, всего мира имеет и свои интересы, и, если она хочет сохранить свое положение, она, так сказать, в данном случае выступила в поддержку присоединения Крыма к России, поскольку так высказался народ Крыма и строго руководствовался буржуазным принципом права наций на самоопределение вплоть до отделения. Напомним, что вот этот принцип права наций на самоопределение вплоть до отделения – это ничего тут социалистического нет, это принцип демократический или принцип, проглашенный буржуазными демократами. То есть каждый, не говоря уже о том, что даже народ имеет право на восстание, как записано и в американской конституции, если, скажем, правительство не осуществляет интересы народа. Поскольку задача буржуазии – не всегда делать то, что в интересах народа, но всегда об этом говорить, поэтому она не гнушается тем, что она провозглашает некоторые истины, вовсе не собираясь их реализовывать. Поэтому много говорится о правах человека, о свободах, но вот действительно, возьмите вы бомжа на помойке, он же свободен, ему ни за квартиру не надо платить, ни за свет, ни за газ, ни за телефон, не надо эти все квитанции брать, нет у них шкафов, не надо их перебирать, ни пыли нет никакой, у него канализация не протечёт, у него водопровод не сломается, ну это же красота, он свободен. А вот у него есть право на жильё? Есть. Ну право-то у него никто не отнимал, а жильё есть? Нет. Ну, вот это права человека. Поэтому буржуазия провозглашает права человека, которые были в своё время закреплены в декларации прав, нет, в декларации независимости США, в декларации прав человека и гражданина Великой Французской буржуазной революции. Это пустое провозглашение прав, за которым ничего не стоит, что означает, что у кого есть средства для реализации этих прав, тут их и получают. Или, как говорил Чернышевский, в чём смысл хвалённых прав человека, а в том, чтобы каждый мог есть на золотом блюде, если оно у него есть. Ну, если у него нету, то это, так сказать, его право. И тут, так сказать, никто не виноват. Вот так выглядит борьба буржуазии за свои интересы, поэтому рабочему классу трудящихся не следует ждать каких-то подачек или каких-то положительных действий по улучшению жизни народа. Эту жизнь народа она не собирается улучшать. Она говорит об улучшении экономической ситуации тогда, когда улучшаются условия обогащения класса капиталистов. Вот, например, когда грустят, так называемые, застройщики, когда цены на жильё снижаются. Они очень грустят. Говорят, о, посыпался рынок, рынок обвалился. Это что значит, что дешевле стали квартиры? Это, конечно, хорошо для тех, кто хочет купить квартиры. Нет, это плохо для тех, кто продаёт эти квартиры. Потому что квартиры строятся не для того, чтобы вы там жили, а для того, чтобы с вас взять деньги. Поэтому и дорогие квартиры. Поэтому сумасшедшая такая ипотека и так далее. Вот если мы будем вглядываться в поведение чиновников в нынешней российской буржуазии, мы должны везде усматривать экономические интересы класса буржуазии. И вот поэтому мы не должны забывать слова Ленина о том, что люди будут глупенькими, жертвами обмана и самообмана в политике, если они не научатся за чистоколом всяких программ, заявлений усматривать интересы известных классов. И не будут ставить вопрос, кому выгодно, кому и что выгодно. А если вот этот вопрос ставить, то то, что непонятным является, неясным в политике, ставится, скажем, всё на свои места. Спасибо за внимание. Ну вот мы остановились на разъяснении в прошлом, на прошлой лекции, на разъяснении того, что выгодно буржуазии, то есть в чём суть политики буржуазии. Ну и теперь надо поговорить, наконец, об интересах рабочего класса и о политике рабочего класса. Ну для того, чтобы это была политика рабочего класса, понятно, что нужно иметь какие-то общие, не только интересы, не только общие выгоды, какие есть у рабочих, но нужно иметь, конечно, и определённые рабочие организации. Но есть или нет эти рабочие организации у рабочих, профсоюзы, партии и так далее, независимо от этого, можно всегда поставить и ответить на этот вопрос, поставить вопрос, кому выгодно, и что выгодно рабочему классу, и ответить на этот вопрос, а что именно выгодно рабочему классу. Вот что выгодно рабочему классу? Ну вот мы говорим о рабочем классе в целом, поэтому речь идёт сейчас не о том, что выгодно Токарю Петрову или револьверщику, так сказать, или инструментальщику Иванову. А мы сейчас говорим о том, что является общим интересом. И вот если взять сейчас самый такой крупный и общий интерес рабочего класса, он сводится к чему? Самый общий интерес, или самый общий ответ на вопрос о том, что выгодно рабочему классу, состоит в следующем рабочему классу выгодно. Все более полное развитие работника и членов его семьи. Все более полное, свободное и всестороннее развитие работника и членов его семьи. А как это может быть обеспечено? Это может быть обеспечено путем повышения благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Дает это капитализм? Не дает. То есть это вот то, что я сейчас прогласил и то, что я процитировал, это цитата из первой программы Российской социал-демократической рабочей партии, что целью социалистического производства является обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Это же выдержка из второй программы партии, принятой восьмым съездом в 1919 году, это из программы РКПБ. Вы можете открыть в отношении программы, принятой вторым съездом, это шестой том полного собрания сочинения Ленина, а программа, которая принята восьмым съездом, это 38-й том полного собрания сочинения Ленина, приложение, и посмотреть там соответствующее место. Но это цель какая? Это цель, которую при капитализме рабочий класс реализовать не может, он может реализовывать ее частично, и он может реализовывать ее в полной мере, только построив социализм, то есть первую фазу коммунизма. И эта цель у нас реализовывалась в Советском Союзе с начала 30-х годов до тех пор, пока не повыбрасывали из программы в 1961 году и диктатуру рабочего класса, то есть его власть, и цель социалистического производства, потому что вместо цели обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, остались там рожки и ножки, просто удовлетворение потребностей. Вот есть потребность ходить в театр? Нет, у меня есть. Ну идите пейте пиво, а я пойду развиваться. У вас есть потребность ходить в филармонию? Нету. Ну нету, идите пейте водку. Все более полное удовлетворение растущих материальных и духовных. Какие у вас духовные потребности в домино? Идите играйте в домино, в поведенный перерыв, а я буду играть в шахматы, я буду ходить играть в гольф и так далее и тому подобное. Короче говоря, вместо обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития, вдруг ни с того ни с сего в 1961 году с легкой руки ренегата ревизиониста Хрущева, партия проголосовала за совсем другую цель и тем самым перестала быть коммунистической партией и началось разрушение социализма и переход социализма или первой фазы коммунизма в капитализм, который, так сказать, закончился примерно в 90-91 году. А в чем тогда, значит, заинтересован рабочий класс в условиях капитализма? Он в этом и заинтересован, но он не может реализовать этот свой интерес только в условиях капитализма. А что он может реализовать в условиях капитализма? В условиях капитализма можно добиваться повышения уровня реального содержания заработной платы. Это колоссальная задача. Почему колоссальная? Попытаюсь объяснить. Потому что одним из достижений экономической теории буржуазных экономистов является разработка теории государственного регулирования экономики. Есть такая книга Джона Мейнерда Кейнса, английского экономиста, называется «Общая теория занятости. Проценты и денег». Я очень бы рекомендовал её почитать, она тем более намного короче капитала, потому что вообще интересы буржуазии намного проще и понятнее, чем интересы рабочего класса. Это не свободное всестороннее развитие всех членов общества, а вот набирать больше денег и становить более богатым, и всё. Что тут там изучать? И вот он рассказывает, Джон Мейнер Кейнс, что зачем вы устраиваете борьбу на предприятии между капиталистами и рабочими? Вы им там не повышаете зарплату, они требуют. Вы можете и повышать, а мы потом устроим инфляцию в порядке государственного регулирования экономики, и уровень реального содержания зарплаты упадёт. Поэтому у нас как бы рассказывает и Набиулина, и Орешкин после Улюкаева, который Улюкаевщину проводит, так сказать, уже без Улюкаева. Вот все люди, которые сидят в Министерстве экономического развития у нас. И другие глашатые буржуазии рассказывают о том, что, дескать, ну что делаешь, цены растут. А цены что такое? А цены это денежные вырошения стоимости товара. А стоимость товара, что с ней вообще, если мы посмотрим вглубь капиталистической экономики и любой другой экономики? Если вы посмотрите вглубь, то затраты труда на производство товара с развитием производительности труда сокращаются. Кто этого не знает? Кто не знает, что если рабочих, как все пишут, становится всё меньше и меньше, значит скоро роботы будут всё делать. Даже на эту тему пишут, дескать, ну что вы тут рассуждаете, скоро вообще всё будет роботами делаться. Но если роботами будет делаться, значит рабочее время на единицу у продукции ничтожно, уменьшается. А раз оно уменьшается, а цены определяются общественно необходимыми затратами труда на производство товара, значит цены должны идти куда? Вверх или вниз? Вниз. А раз цены должны идти вниз, то, казалось бы, всё должно идти таким образом, что цены идут вниз, и тем самым одна и та же зарплата, которая выплачивается, она становится всё больше в её реальном выражении. То есть реальное содержание зарплаты растёт. И между прочим, это записано в Трудовом кодексе России в двух статьях, 130 и 134, повышение уровня реального содержания зарплаты. Буржуазия же что делает? Она наталкивает рабочий класс, чтобы сбить его с панталыку, чтобы он боролся только за индексацию. А что значит бороться за индексацию зарплаты, доходов, пенсий? Бороться за то, чтобы моя зарплата вернулась на тот уровень, реальный, который была в прошлом году в январе. Вот прошёл год, за этот год цены выросли, причём есть статистика государственная, которая показывает, какой в целом произошёл рост цен. Ну вот, скажем, сейчас считается, что цены выросли, ну как минимум, на 4%. Но вы же прекрасно понимаете, одно дело, общий уровень цен, это туда включается и цена на построенное жильё, и цена на земельные участки, и цена на острова и так далее. И сюда включается цена на морковку, на картошку, на сметану и так далее. И если вы пересчитаете эту же самую величину, рост цен по тем продуктам, которые вы потребляете, вы получите индивидуальную инфляцию, которая, конечно, выше, чем это общее среднее, которое даётся в статус справочника. Но пусть, скажем, согласно статистическим справочникам, у нас на 4% выросли цены. Значит, заработная плата в её реальном выражении, то есть в количестве продуктов, которые можно купить на эту зарплату, сократилась на 4%. И вот вы требуете, как вам советует буржуазия, и в этом состоит её интерес, чтобы вы бы требовали индексации. А индексация – это повышение ровно на такую величину, которая была раньше. И вот вы, значит, повысили до этой величины и, так сказать, успокоились. Потом в следующем году опять у вас понижено реальное содержание зарплаты, вы опять боролись за индексацию зарплаты. И что это означает, если посмотреть дальше и глубже? Это означает, что никогда ваша жизнь не улучшится. Никогда. Никогда. А вы каждый раз будете бороться за возвращение на тот уровень, который был в прошлом году. К сожалению, некоторые деятели левые, в том числе считающие себя коммунистами, считая себя даже представителями рабочего класса, с этой чушью и с этой ерундой они выступали, и причём нашли союзников, причём союзников из числа буржуазных партий, таких как «Справедливая Россия», и таких партий, которые являются мелкобуржуазными, как КПРФ. И, так сказать, с этим и выступали. Бесное дело, что они ничего не добились, ничего не провели, и идёт у нас постоянный рост цен, и сокращение идёт зарплаты, потому что на самом деле добиться можно, только если вы поставите свои задачи и выставите требования, а эти требования должны выставляться трудовыми коллективами в соответствии с законом во время коллективных переговоров, коллективных судовых спорах и разрешаться в ходе забастовок за повышение уровня реального содержания зарплаты. Вот если вы добиваетесь включения в коллективный договор повышения уровня реального содержания зарплаты на 5% сверх инфляции, то есть вы покрыли инфляцию, плюс ещё 5% прироста. Вот это вот повышение уровня реального содержания зарплаты. Вот этого добились дальневосточные докеры. Или вы добиваетесь того, чтобы зарплата была повышена на уровень инфляции, плюс 2,5% этого в один из годов, когда боролись за это работники завода Ford Motors Company во Всеволожске, а вот они добились такого коллективного договора. К сожалению, очень мало у нас коллективов борются за решение этой задачи, и они тем самым идут не по дороге улучшения своей жизни за счёт того, что они работают столько же, а получают больше, а они начинают просто больше работать. А если больше работать, то учитывая, что сейчас не считаются сплошь и рядом сверхурочные, по закону, если вы работаете сверхурочно, то вам должны за первые 2 часа платить в полтора раза больше, а за вторые уже, а дальше уже после двух часов вдвое больше. Это сплошь и рядом не выполняется. Это раз. Во-вторых, в течение двух дней не может быть сверхурочных работ больше, чем 4 часа. И я вот как раз недавно имел разговор с одним из товарищей, который работает на строительстве вот этой башни Газпрома. Там работают по 12 часов. Получают примерно 60 тысяч в месяц. Ах, как много получают. А за сколько они получают? А они работают по 12 часов 5 дней в неделю. 60 часов. А если работать по закону, значит, если в течение двух дней вы можете сверхурочно работать не более, чем 4 часа, значит, если вы в первый день, где у вас 8 часов, работали 4 часа, то есть стали работать 12, то во второй день вы можете работать только 8. Вот первая пара прошла. Вторая пара опять 12 и 8. И третья пара. Но третья уже не полная пара, потому что 5-дневная рабочая неделя. У вас получится, никак не получится, вот это такое количество часов, что является просто грубейшим нарушением российского закона. Там, правда, и российские граждане, и турки там, и узбеки, и таджики, и киргизы работают и так далее. Но и все, так сказать, в нарушении российских законов там получают зарплату. Но когда они берут, то у них вроде получается много. Но 12 часов в каждые, это 70 часов, если вы берете 5-дневную рабочую, 70 вместо 40, они почти в 2 раза больше работают. Поэтому они получают чуть-чуть больше 30. Вот такая штука. Так, ну это вот одна задача. Вторая задача, это сокращение рабочего дня. Если у вас не будет сокращаться рабочий день, а производительность труда растет постоянно, значит одно и то же количество продукта держится за меньшее время. То есть экономическая основа для сокращения рабочего дня все время возрастает. Вот недавно вышла книга товарища Золотова и других экономистов, и я там в этой книге участвовал тоже, которая называется «Сокращение рабочего дня как основания современного экономического развития». Если вы откроете библиотеку Фонда рабочей академии, то вы в этой библиотеке увидите эту книгу, пожалуйста, можете ее читать, скачивать. Она имеется в Российском информационном научном центре, там тоже можно читать. Что там доказывается? Доказывается, что, причем по материалам не российским, по материалам международным, во всем мире колоссально выросла производительность труда. Ну, примерно раз в 50 с того времени, когда установился 8-часовой рабочий день. А рабочий день сократился незначительно по сравнению с этим. Поэтому, если у вас он не сокращается, рабочий день, у вас нет времени для организации профсоюзной работы, для профсоюзной борьбы, следовательно, для успеха в профсоюзной борьбе. А если нет у вас успеха в профсоюзной борьбе, нет сокращения рабочего времени. А если нет сокращения рабочего времени, нет успеха в профсоюзной борьбе. И все застряло. И вот если рабочий класс не развяжет этот узел, если он не начнет бороться за сокращение рабочего дня, он свои интересы экономические и политические, имея в виду, что когда мы берем эти экономические интересы со взглядом вперед и для класса в целом, он их не реализует. Потому что нельзя реализовать задачу обеспечения полного благосостояния, свободного всестороннего развития всех членов общества, если вы будете денно и ночно забывать себе, во-первых, деньги на пропитание, на жилье и на медицину. На то, чтобы после сверхурочных работ и после очень тяжелых, опасных условий труда лечиться. А у нас лечение и соответствующие средства сейчас уже где-то на уровне наркотиков выходят, потому что все больше и больше цены. Вот это очень важный момент, очень важная задача. И поэтому наступило такое время, когда вопрос о сокращении рабочего дня стал таким же важным, приобрел такую же важность, как в свое время лозунг повышения не только производительности труда, но и сокращения рабочего дня до 8 часов. 8-часовой рабочий день, вот квинтэссенция интересов рабочего класса в начале 20 века. Сейчас у нас какой век? 21. Вот сейчас квинтэссенция экономических интересов и политических интересов рабочего класса – это сокращение рабочего дня до 6 часов. К этому есть и экономические основания, и есть уже достаточно много примеров и в Швеции, и во Франции, и в Германии. Но, как вы понимаете, капиталисты никогда на это не пойдут, не только по экономическим соображениям, но и по политическим, потому что рабочий класс, получив свободное время, сможет легче достичь своих экономических задач, улучшить свое положение при капитализме, организоваться в профессиональные союзы, создать свою политическую партию, и тем самым решить свои политические задачи, возвратить советскую власть и начать осуществлять не борьбу за то, чтобы, так сказать, как-то улучшить свое положение, а систематическую борьбу за обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. И я думаю, что наша история, в том числе история России, прежде всего, как самая богатая, потому что у нас было три русских революции и одна антирусская контрреволюция. Такая богатая история, которая при наличии свободного времени достаточного позволяет изучить, как надо бороться, в каких формах бороться, как победить, как сделать... Есть прекрасные работы Ленина, они везде имеются. Ленин, можно сказать, несмотря на какие-то попытки против него выступать, он непререкаемый авторитет, если мы делаем какие-то опросы, причем делают эти опросы, кто? Ну, такие вот центры, как Левада, буржуазные, да еще иностранные деньги. Что они показывают? Что самыми авторитетными фигурами у нас являются Ленин и Сталин. Ну, а если делают среди молодежи опрос в отношении того, вот если бы сейчас был 17-й год, и за какую бы партию проголосовали, то 58% вот этих молодых ребят, которые сидят в интернете, они говорят, мы бы проголосовали за большевиков. Поэтому я думаю, что дело за малым, дело за тем, чтобы вот это такое настроение превратить бы в работу. А работа состоит в том, что мы хотим, чтобы нас не только почитали, как говорил Ленин, а побольше читали. То есть дело не в том, что вот мы за Ленина или мы празднуем революцию, а дело в том, чтобы повторить и умножить тот революционный опыт, который был у русского рабочего класса, его вождей, его сторонников. Итак, последняя у нас тема – это условия успеха в политической борьбе. Я думаю, что вот мы основные моменты политической борьбы рассмотрели с вами и со стороны одного класса, и со стороны другого класса. Ну, я думаю, что речь идет об успехах. Я думаю, что мы должны поздравить буржуазии с успехами в ее политической борьбе и сказать, что вот, надо сказать, что она мудрая и не мудрая, но она свои интересы блюдет и активно их защищает. У нее есть свои органы, у нее есть союзы промышленников, предпринимателей, у нее есть как минимум 70 с лишним буржуазных партий, мелкобуржуазных. Поэтому в этом отношении пока буржуазия очень сильно обыгрывает рабочий класс, а рабочий класс еще все думает, что как-то само собой, ну, как вот всегда русский мужик, он же долго думает, обдумывает, как Илья Муромец там долго, много сидел на печи, так и сейчас до сих пор наш рабочий класс во многом сидит на печи и все думает, что как-нибудь оно образует, не образуется. Жизнь показывает, не образуется, то есть если не встанешь с печи и не начнешь сам защищать свои интересы, то эти интересы их не реализуешь. А если ты будешь эти интересы защищать в одиночку, это так называемая экономическая борьба и полустихийная, вот стихийная экономическая борьба и называлась вот Ленину экономизм, что он был против преклонения перед стихийным все рабочее движение, то есть если вы хотите, чтобы ваше положение улучшилось, вам надо поставить вопрос экономический, политический, чтобы это экономическое положение улучшалось не на вашем только заводе, а у всего рабочего класса, чтобы на всех заводах такая была борьба, чтобы лозунг этой борьбы был бы один. Если есть сейчас такой лозунг, сокращение рабочего времени до 6 часов и сохранение заработной платы, разумеется, чтобы у вас сразу получилось решение всех основных проблем. Если вы сокращаете рабочий день до 6 часов, у вас во вредных условиях вы находитесь не 8 часов, а 6, в опасных условиях не 8 часов, а 6, в тяжелые поднимаете не 8 часов, а 6, с монотонным трудом занимаетесь не 8 часов, а 6, если у вас запыленность и загазованность, и вы этим воздухом, отправляющим ваш организм, дышите не 8 часов, а 6 и так далее, и вы выходите из предприятия, или вы не уходите из предприятия, а собираете профсоюзное собрание, профсоюзный комитет, вы создаете стачком, вы создаете рабочком, вы создаете те органы, которые необходимы вам для успеха в борьбе, и вы создаете те политические органы, которые позволяют вам действовать в масштабах всей России. Вы можете поехать на заседание Российского комитета рабочих, которое проходит раз в полгода в Нижнем Новгороде. Материал из этого заседания вывешивается и на Красном ТВ, и на Ленару, и на Рабочем ТВ, на канале Фонда Рабочая Академия, их можно посмотреть. Вы можете договориться о том, какие коллективные действия вы будете совершать, то есть вы можете сорганизоваться, но пусть не так, как буржуазии, но сорганизоваться коллективно и в масштабах всей России. Если деятельность не координируется в масштабах всей России, она не политическая. Она не политическая, потому что политика – это действие класса, это классовая борьба. А если какие-то отдельные люди за что-то борются, и даже героические, то это ещё не политическая борьба. Вот почему очень важно не только такую цель поставить, но и двигаться к ней, к сокращению рабочего времени хотя бы даже с частями, не сразу 6-часового рабочего времени, пока добейтесь 7,5 часов, потом 7, потом 6,5, потом 6, а потом может быть и 5, и 4. То есть никаких ограничений в этом отношении наше законодательство не ставит. В законодательстве написано, что рабочая неделя в России не может быть более 4 часов. Ну и поставьте перед собой такой вопрос. Можно добиться улучшения положения рабочего класса, если рабочий класс будет пребывать в спячке, если он не будет активно бороться? Нельзя добиться улучшения положения рабочего класса, потому что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, как известно. И никто не даст вам избавления, как поётся в интернационале, ни бог, ни царь и ни герой. Добьёмся мы освобождения своей собственной рукой. То есть первое, что должны сделать рабочие для успеха в политической борьбе – это отмобилизоваться. Что собой представляет собой рабочий класс России? Самую многочисленную политическую армию, демобилизованную. Я думаю, все, хоть мало-мальски что-то читавшие о военных действиях, о какой-нибудь борьбе и войне, все понимают, что армия демобилизованная будет проигрывать, армия отмобилизованная, если это отмобилизованная армия в 10, в 100 раз меньше, чем демобилизованная. Поэтому лозунг сегодняшнего дня в том, чтобы рабочие отмобилизовались для борьбы за свои интересы, и чтобы они отмобилизовались и организовались в масштабах всей России. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно создавать свою партию, как партию рабочего класса. А партия рабочего класса – это такая группа людей, которая не что-то, так сказать, проглашает или пишет, или разъясняет. Это такая группа людей, за которой класс идет. Партия рабочего класса – это соединение научного социализма с рабочим движением. Есть у нас на этом пути какие-то успехи? Есть такое объединение общественное, как фонд рабочей академии, который полное название имеет. Фонд рабочей академии – фонд содействия обучению рабочих. Есть два университета. Университет рабочих корреспондентов, которые еженедельно с октября по конец мая собирается по адресу Очаковской улицы, дом 7, четвертый этаж. И каждый человек может прийти туда и послушать, задать вопросы, выступить. И есть Красный университет фонда рабочей академии, ректором которого является товарищ Пронин, и в котором участвуют, как преподаватели, виднейшие, крупнейшие профессора и кандидаты наук. И имеется запись не только очно, но и заочно из других городов нашей России и даже из других стран. У нас в Красном университете фонда рабочей академии учатся люди из Франции, из Канады, из Перу, из Испании и из ряда других стран. И я думаю, что это говорит о том, что этот процесс вовсю идёт, и кто-то ещё до этого не дошёл, кто-то ещё опаздывает. Или кто-то думает, что можно победить, не обучаясь. Да вот на самую простую работу, если вы пойдёте, самую простую работу, вам скажут, три месяца учёбы. А тут всего-то раз в неделю выполни задание, и раз в неделю послушай лекцию, или посмотри её на экране своего компьютера. И выполни те задания, которые нужно сделать. Вот уже 5 лет, как существует Красный университет фонда рабочей академии, имеется много выпусков, поэтому это условие, условие такое, чтобы была возможность для рабочего класса просвещаться, выполнено. Но кроме этого, нужно иметь голову, которая называется, называется она авангард класса, это политическая партия. Есть рабочая партия России, которая приглашает в свои ряды тех, кто желает участвовать в организации рабочего класса в масштабах всей России. Эта организация, или это общественное объединение является объединением, которое пока не оформлено, как политическая партия, поскольку для того, чтобы выполнить требования оформления, как политической партии, надо иметь соответствующее количество членов, и нужно иметь соответствующее количество, почти половина региональных отделений во всех регионах России. Это большая задача. И если рабочий класс захочет эту задачу решить, если он будет ее решать, он ее решит. А если он ее решит, он, значит, будет выполнить еще одно условие для того, чтобы в своей деятельности побеждать. Поэтому надо понять, что сила рабочего класса в его организованности, и рабочий класс должен приложить усилия для того, чтобы эту организованность проявить. И тогда не только о поражениях будет речь, что у нас это отняли, да то отобрали, но отбирает у тех, кто не борется. А вот надо вернуть тому, тем, кто борется, вернуть славу наших отцов и дедов. Надо не просто отмечать 100-летие революции, отмечать, как здорово наши отцы и деды боролись, надо показать, что наши люди, современники, молодые ребята в возрасте 25-27 лет умеют бороться так, как в свое время боролись большевики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова